Чемпионы среди нас. Просто не каждый раскрыл свой потенциал. Уверены тренеры Ивановских спортивных федераций. А у них-то глаз наметан. В Иванове продолжается проект «Чемпион 37». В рамках городской акции в областном центре проходят открытые тренировки для школьников. В среду на стадионе «Восток» занятия провели для учеников 41-й школы. Проект уникален особенно для нас, для наших ребят. Во-первых, конечно, спортом заниматься всегда полезно. Мы агитируем за спортивный образ жизни. Ну и самое, наверное, важное. Сегодня здесь будет присутствовать три федерации. Наши дети должны знать. Я думаю, что многие знают некоторые федерации. Вот сегодня мы познакомимся еще с тремя федерациями. А за своих видов спорта школьникам продемонстрировали лучшие тренеры федерации джиу-джитсу, киу-кушинкай-карате и баскетбола. Баскетбол хотя бы раз в жизни, пусть не профессионально, играл каждый мальчишка. Все, что нужно для этого – корзина и мяч. Любой. Однако в настоящем баскетболе много нюансов. Пассов, обводок, бросков, узнать о которых, как оказалось, полезно каждому. Я раньше не знала, как правильно передавать мяч. Сегодня я научился. У тренеров задача непростая. Сначала уместить в одно занятие основные положения спортивного направления. Причем так, чтобы это было весело и интересно. Кроме того, именно на таких открытых тренировках и обнаруживаются самородки, которые при должной огранке со стороны тренера превращаются в бриллианты спорта. Чемпион, он уже виден сразу. В нем есть жилка, он зарождается, наверное. И он, может быть, больше даже сам еще не подразумевает под тем, что он может стать кем-то в будущем. Поэтому профессиональные тренера, которые работают уже достаточно много с детьми, они эти моменты выявляют прямо сразу же. И задача – просто немножечко подтолкнуть ребенка в том или ином направлении. Чемпион 37 – это возможность попробовать себя в разных спортивных дисциплинах и выбрать дальнейший путь. Расписание тренировок и мастер-классов в рамках проекта есть на портале Иваново.РФ. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.